В Хабаровском крае на одного безработного приходится три вакансии. Для привлечения специалистов и закрепления их в регионе разработана программа «Самозанятость». Предприятия готовы предложить хорошие условия и жилье. Такой возможностью уже воспользовались полторы тысячи жителей Украины. В этом году, не секрет, не война и тайна, до 13 тысяч новых рабочих мест появятся на территории Дальнего Востока. Это гораздо больше, чем в центральной части России. И эти места будут более эффективными и более высокоплачивыми. Почему? Потому что инвесторы, резиденты ТОР, которые используют налоговые преимущества, безусловно, у них будет возможность платить больше. На Дальнем Востоке избыток юристов, экономистов и менеджеров. При этом предприятия испытывают острую нехватку рабочих рук. Для привлечения токарей, слесарей, каменщиков из других регионов России сотрудники агентства будут оказывать помощь не только в трудоустройстве специалиста, но и его семьи. Помочь с трудоустройством супругов, помочь детскими садами, помочь понять, насколько хорошо работается на предприятии, соответствуют ли жилищные условия и другие социальные условия, предлагаемые ранее работодателем действительным и так далее. Также в рамках программы «Самозанятость» переселенцам и местным жителям будет выделен один гектар земли. Сейчас на федеральном и краевом уровнях власти разрабатывается электронная карта земельных наделов. Марьяна Гейт, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения. Лихачи стали меньше гонять по Хабаровску. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил подполковник полиции Игорь Михайловский. Положительного результата помогли достигнуть установленные в черте города камеры фото- и видеофиксации. В краевой столице их начали вводить в эксплуатацию с 2011 года. Сотрудники госавтоинспекции совместно с городскими властями установили сотни приборов фото- и видеофиксации по всему городу. В планах на текущий год оборудовать еще порядка 10 перекрестков специализированной аппаратурой. Сегодня в тестовом режиме проверяют надежность наблюдения на перекрестке улиц Воронежская-Большая. Сейчас там установлены видеокамеры. Интегра-С передала нам на полгода свое оборудование. Мы его установили для фото- и видеофиксации нарушений. Информация с опасного перекрестка будет подаваться на экран в Центре безопасности движения. Это будет еще одним местом в городе, где уже нельзя будет без церемонно проехать на запрещающий сигнал светофора, пересечь стоп-линию или не пропустить пешехода. На полную мощность аппаратно-программный комплекс заработает уже после праздников. Анастасия Корничук, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. На празднование Дня города мэрия просит оказать финансовую помощь. Впервые из-за дефицита муниципальной казны открыт счет. На него предприятия и организации смогут перечислять деньги. О подготовке Краевой столицы к майским праздникам шла речь на заседании при мэрии Хабаровска. Плакаты используемые для этого дата. 117 баннеров с символикой Дня Победы будут размещены на улицах и площадях города. За несколько недель до памятной даты в исторической части будет установлена аллея героев, а также плакаты с видами Хабаровска города воинской славы. Оформляя город, нужно использовать весь объем, имеющийся в распоряжении прошлогодней, информационной, наглядной и всей необходимой базы и атрибутики, которая всегда использовалась. По традиции в День Победы на главной площади Краевой столицы пройдет военный парад. Для подготовки массовых мероприятий задействованы творческие коллективы. Вечером 9 мая небо над городом украсит праздничный салют. Как только отгремит салют, город начнет готовиться к своему дню рождения. Подарком станет фестиваль военных оркестров «Амурские волны». В праздничных колоннах несколько тысяч хабаровчан и гостей будут приветствовать именинника. Несмотря на кризис, в конце мая в Хабаровске запланирована сдача новых объектов. И в мае будем сдавать объекты. Эту работу продолжают все, каждый на своем уровне. В районе это объекты благоустройства. Работа, как мы договорились, на продолжение программы развития скверов. В цветах свой день рождения встретит Хабаровск. Предприятиями благоустройства закуплены новые вазоны, балконницы, в теплицах набирают силу бегонии, колиусы и петунии. К концу мая в скверах, парках и на площадях специалисты высадят 600 тысяч цветущих растений. Татьяна Токарь, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения. Более 100 произведений искусства представят для зрителей молодые живописцы в Хабаровске. В Музее истории города готовится к открытию выставка, посвященная 75-летию Хабаровского краевого отделения Союза художников России. В экспозицию войдут работы как известных в Краевом центре молодых авторов, так и начинающих. Мы всегда мечтали и пытались привлечь молодых художников в наш музей. На мой взгляд, выставка получилась интересной, потому что здесь представлено все многообразие жанров. Это и масляная живопись, энкаустика, графика, горячие эмали. Помимо изобразительного искусства, на выставке покажут свои работы и мастера декоративно-прикладного творчества. В Хабаровске работают 12 именитых мастеров ювелирного искусства. Анастасия Номар представит свои изделия из серебра 925-й пробы. Помимо сережек и браслетов, на стенде позабытый женский аксессуар, театральная сумочка. Это стилизация модерн, время начала 20-го века. Когда женщины ходили в театр, они туда в таких небольших сумочках, но не всегда, конечно, серебряных, а иногда тканевых, они туда помещали билетик театральный. Изделие Анастасии Номар – полностью ручная работа. Мастер не использует штампование или литье. Все элементы ее произведений – благородный металл, горячая эмаль, хризалит – созданы методом монтажа и выпививания. В самом начале ювелир берется за необработанный слиток серебра. Надо сначала сделать пробу сварить. Нужно потом, ну то есть добавляется медь, делаются слитки. И полностью-полностью это все вручную я сама делаю. Торжественное открытие выставки творчества молодых авторов состоится 19 февраля. В первый день вход для посетителей бесплатный. Глеб Морозов, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения. Белый медведь по кличке Йоши получил временную прописку в Хабаровске. Косолапый самолетом прибыл из Ростова-на-Дону ровно на три года. За это время для нового постояльца специалисты зоосады имени Сосоева должны подыскать невесту и получить от семейной пары потомство. Ростов-на-Дону, Москва и последнее место прибытия – Хабаровск. 48 часов Косолапый находился в дороге. Все это время 13-летний холостяк был на жесткой диете. Йоши не первый раз летает в самолетах, и опыт по нахождению в багажной клетке у него есть. В закрытом помещении, естественно, в стрессовой ситуации после перелета автомобиля, авиационного транспорта. Полторы тонны ценного груза специалисты доставили в зоосад. У питанного жениха автопогрузчик не смог довести до вольера. На подмогу вызвали трактор. В Ростове-на-Дону специалисты подобрали для Йоши пару. Однако, то ли невеста не понравилась жениху, то ли сам заядлый холостяк не стал менять свой статус и остался бездетным. В Хабаровске для Косолапого подготовлена трехкомнатная квартира с двумя бассейнами. Если и здесь он не ступит в брак, то отправится домой. Основная клетка, наводная из клеток там, здесь кормовая, там еще одно помещение. Ну, Йошенька, Йошенька, пошли, мой хороший. Бронзовый загар с Мишки сойдет очень скоро. Кристально-белым, как уверяют ветеринары, он станет уже через две недели. До приезда Косолапого специалисты зоосады изучили его привычки и меню. Полностью весь рацион пока не будем ему давать, ну, в полном объеме, там, сколько ему положено. Постепенно-постепенно придет форма и будем кормить, как положено ему по рациону. Рыбка? Да, рыба, мясо, овощи, фрукты, арбузы любят, тоже говорят хорошо. Молодец, 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 молодец. Долгожданный. Почти два года ждали. Разговаривала с руководителем меганского зоопарка, она мне говорила, что очень много было желающих получить этого медведя в Европе. Ну, не только в Европе, но благодаря таким вот добрым отношениям, естественно, он оказался у нас. В трудовой книжке Йоши запись «Артист цирка». Он несколько лет выступал на арене и любит работать на публику. Хабаровчанам пушистого гастролера представят уже через пару недель, после того, как «Холостяк» пройдет адаптацию. Анастасия Пицон, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова